В 2008 году удобрения у нас попали под ставку пошлины. В этой связи, соответственно, в 2008 году экспортная пошлина была очень крупная, очень большая. Достаточно сказать, что в общей сложности мы перечислили почти 5 миллиардов рублей в федеральный бюджет. В 2009 году данная пошлина была отменена. То есть, соответственно, если я не ошибаюсь, по-моему, в 23 раза сократились перечисления от экспортных пошлин в Вологодской таможне в 2009 году по сравнению с 2008. То есть, основной момент, из-за которого у нас произошло падение, это именно вот это. К слову сказать, в 2009 году мы перечислили 2 миллиарда 892 миллиона. Это общая сумма перечислений наших. Естественно, повлиял и кризис. Тут нельзя об этом не говорить. Все-таки, если грузооборот у нас остался практически на том же уровне, что он был в 2008 году, это порядка 7 миллионов тонн перемещенных через таможенную границу товаров, то стоимость этих товаров, она упала, конечно, очень значительно. В данном случае нужно говорить о 53-процентном сокращении по сравнению с 2008 годом. То есть, стоимость тех товаров, которые вывезли, в частности, вывезли, она стала гораздо меньше. И это основной фактор, который повлиял, в частности, кроме отменной таможенной пошлины экспортной, это тоже один из факторов, который повлиял на конечный итог, на то, сколько мы денег перечислили в бюджет. Но еще раз повторюсь, да, как бы все-таки мы не делаем из этого большое горе, потому что в конечном итоге, да, если сравнивать с целым всю систему таможенную, 48% федерального бюджета за 2009 год сформировала федеральная таможенная служба. Мы перегнали уже на 7% налоговую службу. Нельзя сказать, что мы сделали слишком сильный задел, да, имею в виду Вологодская таможня и все таможенные посты, которые входят в Вологодскую таможню, но все равно так или иначе мы на это повлияем. На мой взгляд, есть отдельные моменты в работе как раз таможенных органов с участниками ВЭД, которые, как мне кажется, в 2009 году они были просто-напросто, так назовем, и приняли затяжной характер эти проблемы. То есть их аккуратно убирали на потом, на завтра, и сейчас это выросло в очень серьезные крупные проблемы. Ну, например, к примеру, могу назвать такое предприятие, как Земля-ресурс. Они все позиционировали себя как инвестиционный проект, но при этом не были включены ни в один из, скажем, планов инвестиционных, ни в правительство Российской Федерации, ни в правительство Вологодской области. Сейчас, насколько я знаю, они эту тему пытаются порешать, и все-таки именно стать инвестиционным проектом, чтобы получить некий патронаж на уровне области. Но в любом случае, даже если они не являются таковым, это не означает, что мы должны просто-напросто закрывать глаза, отворачиваться от них и все проблемы заталкивать вглубь. Товары у них находятся уже больше года, хотя по таможенному законодательству находятся и неоформленные. Хотя по таможенному законодательству товары должны оформляться в течение четырех месяцев. И то, что это произошло, это случилось, на мой взгляд, есть определенная доля вины и таможенных органов. Это однозначно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok